Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Игорь Стрелков. Настоящая фамилия Гиркин. 43 года. Гражданин России. Москвич. Вырос в семье потомственных военных. С детства питал страсть к битвам и боевым реконструкциям. Поступил в историко-архивный. Еще будучи студентом. Отправился добровольцем в Приднестровье. Потом были Босния и Чечня. Однако свой путь ко всемирной славе он начал в Крыму. Вряд ли тогда Стрелков подозревал, что вскоре будет руководить отрядами донецких ополченцев. Во время кампании по присоединению полуострова он держался в тени и предпочитал кулуарно решать поставленные перед ним задачи. Независимый журналист Олег Кашин встречался со Стрелковым в Крыму, считая, что там было реализовано что-то вроде частного государственного партнерства при посредничестве основателя фонда «Маршал Капитал» Константина Малафеева. Политический заказ якобы выполнял давний друг Стрелкова Александр Бородай. Бизнесмен факт многолетнего сотрудничества с Бородаем подтверждает. А вот информацию о том, что Стрелков возглавлял его службу безопасности, опровергает. Есть романтическая версия, что если в Крыму он точно работал на контракте с российскими какими-то госструктурами, там, не знаю, администрацией президента, силовиками и так далее, то, согласно этой романтической версии, в Донбассе он уже действует сам, как вот человек, который, там, не знаю, романтик, чагевары и так далее. Такая версия мне нравится, но ее вероятность, ее достоверность я оцениваю в вероятности процентов, может быть, 40. То есть, скорее всего, в каком-то формате он и в Донбассе находится и находился в контакте с российскими госструктурами. Сам Стрелков представляется бывшим сотрудником ФСБ и полковником Запаса, однако документальных подтверждений этому нет. Он явно не против романтизации своего образа и хочет, чтобы его воспринимали как героя-добровольца, спасающего русских людей от фашистов. Этому способствует и хобби Стрелкова, лидер донецких ополченцев. В мирное время увлекался исторической реконструкцией, даже возглавлял сводную пулеметную команду. Кто спонсирует его страсть к реальной войне сейчас, доподлинно неизвестно. Эксперты не сомневаются. Финансовая помощь идет из России от неравнодушных бизнесменов. Вняв призывом о помощи, прозвучавшим из уст выдвинутых вами лидеров протеста, прибыли сюда и в вооруженной борьбе противостоим всей украинской армии. Вняв этому призыву мы добыли оружие. Захватили на складах, отобрали украинских военных и милиции, купили у подпольных торговцев за внемыслимые деньги. Харизма, связи с Москвой или репутация сотрудника российских спецслужб? За счет чего пришлые люди, вроде Стрелкова, смогли стать во главе ополченцев Донбасса? Украинские аналитики не удивляются тому, что это произошло, но при этом выдвигают свою версию. Главный ресурс это была рассеянность украинской власти после Майдана. И я бы так сказал, поддержка местного, большей части местного населения, вот этих вооруженных отрядов Гиркина, которые пришли на Донбасс с Крыма и были поддержаны местными ополченцами. Но скажу, что сейчас эта поддержка тает. Сначала эксперты принимали ставки на то, сколько проживет Стрелков. Потом стали говорить, он еще может рассчитывать на почетную пенсию в России. После катастрофы Боинга мнения разделились. То, что излишне самостоятельного командующего на родине вряд ли ждут, было понятно и раньше. Иначе чем можно объяснить конфликт лидера повстанцев с российским придворным пропагандистом Сергеем Кургиняном, который специально приехал в Донецк, чтобы бороться с его героизацией? Отступать Стрелкову кажется больше некуда.